Родилась Татьяна Ильинична-Кормакова за год до начала Великой Отечественной войны в деревне Подольского района Подмосковья. В семье было пять детей. В 41-м отца призвали на фронт. Отправился в Ленинград, где в годы блокады пропал без вести. Я отца, слово папа в своей жизни не произносила. Жили трудно, жили тяжело, фотографии там есть. Но что мне нравилось всегда, что у нас в деревне тоже как в доме. Очень были все близки, все всегда помогали друг другу. И может быть это и помогало нам выжить. Вот так в жизни живу я. Тяжелое детство не сломило Татьяну Ильиничну, а напротив закалило от природы сильный характер. Добилась успехов в карьере по образованию нашей героини-экономист. Вышла замуж и родила сына. Почти 60 лет живет в горках ленинских. Муж мой был, работал в строительстве. Мы здесь получили сначала комнату, потом вот квартиру. И вот с тех пор я здесь так вот. Сначала потребка операции я работала тоже в плановом отделе, а потом на алюминиевом заводе. С него я ушла и на пенсию. И тоже очень тяжелое было время вот эти годы, когда не было ничего. Но алюминиевый завод уже был мирового значения. Мы тоже выжили за счет того бартера, который там был. Таких, как Татьяна Кормакова, говорят, человек добрый и отзывчивый. Жизнь ей всегда отплачивала тем же. На ее пути постоянно встречались люди, которые протягивали руку помощи. Сегодня Татьяна Ильинична окружена любовью и заботой. Их нашей героине подарили новые коллеги из Ассоциации многоквартирных домов. Несколько лет назад она присоединилась к общественной организации и стала председателем своего дома. Я окружена замечательными людьми, искренними, добрыми. И вот я среди них не как мать. Вот я прихожу когда к ним, я чувствую, что вот я пришла в семью. Я не хочу доживать жизнь. Вот я хочу остаться на плаву до той поры, пока я жива. В этом году Татьяна Кормакова отметила 80-летний юбилей, но тихая жизнь на пенсии не для нее. Состоит в Ленинской ветеранской организации, участвует в общественной жизни муниципалитета, является лауреатом премии губернатора «Наша Подмосковья», а еще пишет стихи и поет в Горкинском хоре от всей души. Сейчас, когда отменены все массовые мероприятия, продолжает встречаться с подругами, чтобы исполнять любимые песни на открытом воздухе. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Люди старшего поколения меня удивляют жизнелюбием и оптимизмом. И Татьяна Ильинична такая же. Многое испытаний в жизни выпало, но всегда старается бодро держаться, всегда выглядит прекрасно. Смотрите, какая красивая женщина. Татьяна Ильинична – пример для подражания. В свои 80 полна сил и энергии. Любит наряжаться и красивое идет с улыбкой по жизни. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...